25 декабря состоялась первая прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Итоги глава региона подвел в Инстаграм. Напомним, что общение губернатора и жителей Челябинской области проходило два часа с 14.00 до 16.00. Южноуральцы могли задать свои вопросы, обращаясь по номеру колл-центра или выкладывая посты с хэштегом «Спроси Текслера». За время прямой линии жители региона написали более 6000 обращений к губернатору в соцсетях, а в колл-центр поступило более 5500 звонков. Не все вопросы попали в эфир, но Алексей Текслер пообещал, что ни один из них не будет оставлен без внимания. Поставил задачу правительству и муниципалитетам, чтобы все вопросы были услышаны, а конкретные ситуации индивидуально рассмотрены. На последней неделе уходящего года Верхнеуральский район посетил заместитель губернатора области Евгений Голицын. Его визит был не случайным. Он приехал посмотреть, как выполняются поручения губернатора Алексея Текслера, данные в сентябре. Встреча проходила в поселке Мишозерный. Вице-губернатор посетил участковую больницу поселка. Там его встретили главный врач центральной районной больницы Максим Полинов и заведующая участковой больницы Эльза Давлетбаева. Они подробно рассказали и показали, как работает больница, в каких условиях. Заместитель губернатора поинтересовался, в чем нуждается больница. Не хватает оргтехники, но в 2020 году придут компьютеры на весь район. Люди просят круглосуточный станционар. В больнице не делали ремонт с 2006 года. Требуется косметический ремонт. Только в 2017 году ремонт был сделан в детской поликлинике. В следующем году косметический ремонт планируется сделать своими силами. Требуется частичный ремонт кровли на здании. Сергей Айбулатов объяснил необходимость обновления парка машин скорой помощи и выделения еще одной единицы в Мешозерный. Также подняли вопрос о ремонте дорог и строительстве дороги между Карагайским и Мешозерным, что даст возможность разгрузить скорую помощь Верхнеуральска. Следующий объект, который посетил Евгений Голицын, это центральная площадь, где полным ходом шли приготовления к праздникам. Глава поселения прокомментировал жалобы жителей по освещению поселка. Также Петр Семак рассказал о ремонте дорог в поселении. Недалеко от площади находится тренажерный зал. В нем работают тренеры Риана и Вадим Закировы. Они в сентябре обращались к Алексею Текслеру посодействовать в строительстве ФОКа в Мешозерном. В августе открылся тренажерный зал. Сейчас проводятся занятия по пауэрлифтингу. В этом помещении требуется ремонт. Ежедневно занимается в зале около 11 человек. За раз оптимально могут заниматься 9. На выделенные 15 тысяч рублей депутатами были приобретены фитнес-коврики, степы, обручи, скакалки и гирьки. Все остальное либо передано из физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» или сделано своими руками. В феврале в планах у тренеров ребят везти на соревнования. Сергей Айбулатов пообещал в 2020 году сделать ремонт в имеющемся помещении и помочь привезти беговые дорожки. Следующим объектом была основная общеобразовательная школа. Начальник управления образования Наталья Урцева и директор школы Юлия Вернигора показали спортивный зал, требующий срочного ремонта. Документация готова на спортивный зал, но министерство образования ставит его только на 2021 год. Спортивный зал в средней школе отремонтирован, но получается на большой поселок один отремонтированный спортзал. Поэтому обращались к губернатору о строительстве фока в поселении. Нужно помочь попасть по спортзалу в 2020 году. Он в очень плохом состоянии. Помимо спортзала нужен ремонт крыши и стены. В средней школе также проблема с кровлей, но там во всем здании. Его строили в 1966 году и ни разу кровлю не ремонтировали. Документы по ней будут готовы весной, но в заявку попадут только в 2021 году. Есть и положительное. В основной школе в этом году заменили окна, сделали ремонт в столовой и медицинском кабинете. Визит Евгения Голицына завершился совещанием, на котором присутствовали глава района Сергей Айбулатов, заместители главы Сергей Машкин и Валентина Мухуддинова, начальник управления образования Наталья Урцева, глава Межозерного городского поселения Петр Семак. На нем вкратце разобрали все поручения губернатора и их исполнение. Руководитель муниципалитета Сергей Айбулатов отчитался по каждому пункту. Ну и вопрос у нас вот по второй школе, я имею в виду по школе города Верхнеуральска, там же тоже в бюджете во втором чтении нету этих денег. Это по школе Верхнеуральска, которая... А, на 500. На 500. Да, да. То есть здесь надо смотреть, что если его кончетное чтение не будет, то все. Хотя он же конкретно знал, что школу в Верхнеуральске будем строить. Причем она в первом чтении была, а во втором чтении не стала. По городскому транспорту поручение выполнено. Два автобусных маршрута ездят по городу. Но так как они убыточные, городскими депутатами было принято решение маршруты датировать. В Спасском поселении пешеходный переход сделали. По освещению в первом квартале 2020 года будет сделано. На сегодняшний день разместили конкурс на ремонт дорог, прошли торги и определен подрядчик по капитальному ремонту дороги от Урледов до Межозерного. Еще две большие дороги Степной Тайсара и Верхнеуральск-Петропавловский также запланировано на 2020 год. Газификация поселка Суктелинский начнется весной. Планируется голубое топливо завести в 247 домовладений. Газификация Спасского затянулась. Полгода было потеряно на археологические работы. В начале второго квартала 2020 года планируется получить положительное заключение и только потом заявку отдадут в Минстрой. То есть газификация переносится на 2021 год. Аварийное здание Петропавловской школы будет демонтировано и на этом месте будет проектироваться новый блок по новым стандартам. Обеспечение детей сирот жильем в планах было 15 квартир, приобрели 16. В завершении Евгений Голицын подвел итог своего визита. Понятно, с народом надо также будет объяснять, так как главврач объяснял, почему тут нельзя открыть дневной стационар. Ну причина банальная, просто это не санаторий, чтобы просто лежать, а лечить некому, элементарно. Обеспечить круглосуточное наблюдение. Бригаду реаниматологов, он сказал, 4 реаниматолога надо, а у вас на весь верхний райц 2. Я думаю, люди должны это понять было. Ну и наверняка там тяжелые какие-то случаи, если это все равно их туда транспортируют. Это не урасть, не своим же они туда уезжают. Понятно, что тут опланово стационарно жить. И по машине скорой помощи тоже будем смотреть, когда я с моимицами переговорю. Теперь запрещу, чтобы не забыли. И по кубикам, кажется.